В рамках программы «Открытый муниципалитет» для участников блок-тура была проведена экскурсия по городу, где блогерам и журналистам удалось посетить прославленный во всем мире дворец спорта имени Гамида Гамидова. Воспитанниками базирующихся спортивных школ имени Шамиля Омаханова Мавлета Батырова были продемонстрированы показательные тренировки по тэквондо, тяжелой атлетике, фехтованию, вольной борьбе, дзюдо и футболу. Все эти спортивные секции являются одними из популярных видов спорта на территории Хасавюрта. Футбол у нас не только как борьба, конечно, борьба это наш, как сказали, в мире нету столько олимпийских чемпионов, такой маленький город, как Хасавюрты. Некоторые страны не могут похвастаться столько. Десять раз воспитанники Хасавюртовской школы борьбы становились чемпионами олимпийских, 5-6 призерами олимпийских игр. Благодаря этому комплексу здесь и борьба, и футбол, и бокс, и тэквондо, и тайский бокс, и дзюдо, и футбол, и гимнастика, у нас 8-9, и боевое, и самбо, что толку нету. Крупкая, красивая, милая девушка поднимает 80 килограмм. Далее делегация выдвинулась к Центру традиционной культуры народов Дагестана, где провели экскурс по новому центру. Блогерам удалось рассмотреть музей, который расположен в самом центре, где выставлены наряды, музыкальные инструменты, посуда и многое другое различных народов Дагестана. Мы в хореографической школе не всегда говорим, мы вас хотим видеть в ансамбле «Без гимника». Это высшая трампетка, самая высшая точка трампетка. А так, детишки занимаются, мы сами понимаем, да. Это долой преступность, это долой наркотики, это долой что-то еще, потому что на это у них времени нет. Следующей локацией для гостей города стал крупнейший православный храм Северного Кавказа – Знаменский собор. Настоятелем храма является иерей Валерий Галкин, отец Валерий, который служит в данном храме уже на протяжении 10 лет. Собор находится в центре Хасавюрта и является одним из архитектурных доминантов города. Купола и кресты собора далеко видны из окрестностей города. Объекты промышленности не остались в стороне. Хасавюртовская стекольная компания на сегодняшний день занимает лидирующие позиции в области переработки стекла, а также оптовой и розничной продажи стекла различного типа. Общая площадь производственных и складовых помещений компании составляет более 3000 метров. Блок-тур изъявил желание взглянуть на совсем новый парк, расположенный на углу улиц Грозенская и Алиева, который был построен в рамках реализации в 2018 году приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Далее гостей ожидала встреча с главой города Зайнудина Макмазовым, на котором говорили об идеях организации и проведения конкурса «Открытый муниципалитет». Конечным объектом экскурсии стал зал торжеств Европы, где подводились итоги конкурса. По окончанию мероприятия для гостей и участников творческими коллективами Дворца культуры «Спартак» была подготовлена концертная программа с участием вокального ансамбля «Хрустальные звездочки» с композицией «Флаг Родины моей» зажигательной лизгинки артистами муниципального хореографического ансамбля «Эхогор». Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».